Виктор Борисович, почему именно гольф? Как Вы вообще пришли в это управление? Сложный вопрос. Ну, наверное, у меня появилось чуть больше свободного времени. Несколько лет назад, около четырех лет. И я в поисках спортивного занятия, адекватного возрасту, времени, не знаю, своим представлением, в том числе и месту жительства. Попробовал гольф. Естественно, все это было непросто очень. Попробовать, знаете, после 55, что-то начинать пробовать всегда непросто. А если ты, ну, так или иначе, узнаваемое лицо, то потом выйти на какой-нибудь турнир и показать, что ты делаешь, что-то, ну, скажем так, мягко, не очень хорошо, но так стыдновато. Просто, ну, просто боязно. Поэтому я несколько месяцев с февраля по май в черной комнате на симуляторе занимался с тренером гольфа. Все выходные пробуя, ну, хоть как-то набить руку. Когда я в мае вышел уже на поле, совершенно другое ощущение. И дальше я стал сам себе, я все годы, все эти четыре-четыре, отвечаю на этот вопрос. Почему гольф? Ну, почему гольф? Ну, потому что это самый универсальный вид спорта. Самый демократичный, самый экологичный, самый семейный, не знаю, самый какой хотите. Вот просто нет другого вида спорта, в котором чемпион может играть с новичком, друг с другом раунд и иметь возможность победить. Поскольку в гольфе есть такое понятие, как гэндикап, который определяет уровень игры гольфиста. И каждый должен свой уровень подтверждать. Чемпион должен чемпионский подтвердить. А новичок, любитель свой, тот ранг, которого он добился. И можете совершенно спокойно играть с чемпионом, и будете испытывать одинаковое удовольствие, одинаковое напряжение от игры. В гольфе не говорят, что я играю против кого-то. Нет, ты играешь с кем-то. А вообще ты играешь против себя всегда и против поля. Гольф, наверное, одна из немногих спортивных дисциплин, где люди могут приходить и играть с семьями всех возрастов. И это можно увидеть достаточно часто, если бывать в европейских странах на уикендах. Это такая вот семейная традиция провести все время вместе. Гольф, шикарная история для детей, для стариков, для мужчин и женщин, для высоких и низких, для толстых и худых. В этом смысле все это, хотя и влияет, безусловно, на какие-то результаты, но не является никогда определяющим для того, чтобы пройти свои 12-13 километров в день, подышать свежим воздухом. И в этом смысле это, конечно, безусловно, уникальный, удивительный вид спорта. Но сказать, что это не какая-то легкая прогулка, что это почти забава, тоже невозможно. Это требует и силы, и выносливости. И это, в общем, это уникальный во всех отношениях и спорта. Именно поэтому, наверное, гольф. И я для себя, когда попробовал, я понял, что третья часть жизни вполне может быть посвящена этому. Ну, а когда мои друзья увидели, что я немножко сошел с ума и стали меня, по поводу гольфа, стали меня как-то пытаться продвигать на тему, что неплохо бы позаниматься развитием этого вида спорта в России, то, в общем, честно сказать, я сдался, не выдержал этого напряга. И вот уже там второй год еще и президентствую в этой сфере. Ну да, вот действительно, одно дело играть, а другое дело руководить, свое дело, в общем-то, президентствовать. Как вообще, вот действительно, вы решились на это полтора года назад? Ну, слаб, знаете, не устоял перед уговорами и нажимом коллег и друзей относительно того, что надо, надо, надо помогать, кто-то должен, вот раз уже есть такая страсть. Ну, в общем, в какой степени я решился, если это оказалось кому-то нужным, как мне показалось, не мне, конечно, в первую очередь, потому что для меня это, по большому счету, огромная забота дополнительная, и которой надо уделять время, силы, эмоции, средства. Ну, в общем, но, вот сдавшись, пройдя вот теперь больше года уже в этом режиме, втянулся, знаете, втянулся, по сути, появились какие-то идеи, стал больше понимать про гольф не только как гольфист, но и как организатор. Поэтому, в общем, по большому счету это ничем не отличается от других объектов управления, развитием которых, так или иначе надо заниматься было, это моя жизнь, поэтому, поэтому вот еще страсти добавилась, можно сказать, работа и нагрузка. Ну, вот вы помните историю, когда после Пекинской Олимпиады, по предложению президента России, большинство государственных людей ушло все-таки из руководства Федерации, а вы наоборот, в общем-то, встречный шаг сделали? Ну, вы знаете, я как бы сделал не один шаг даже за это время после Пекинской Олимпиады. Я сначала стал большим международным чиновником и, собственно, на посту президента Ассоциации Гольфа России оказался с позиции руководителя наднационального органа Евразийской экономической комиссии. Вот, немножко другой по типу управления деятельностью занимался. Вот, а сейчас я точно, следуя призывам президента Путина, вот в этом смысле не имею отношения к государственной службе. И в данном плане никакого, ну, так сказать, ни конфликта, ни совмещения и противоречия не присутствует. Когда вы работали в Евразийском сообществе, удавалось ли сыграть со своими коллегами из других стран? Вы знаете, почти нет, но поскольку я сейчас еще являюсь, кроме всего прочим, президентом Делового Совета Евразийского Союза, то есть бизнеса пяти стран, то, с другой стороны, немножко теперь общаясь с властями, то у меня одна из идей, которая есть, это сделать евразийский турнир, но привлечь туда не только представителей наших пяти стран, и представителей бизнес-элиты, и политической элиты, но и привлечь туда представителей и европейской, и азиатской бизнес-элит в первую очередь, для того, чтобы создать, в общем, уникальную возможность для неформального общения по любым самым серьезным в том себе вопросам. Поэтому играть возможность была, но не в больших турнирах, а вот идея большого турнира, она пришла почти сразу. Вот Сергей Лавров и Сергей Шойгу стали сопрезидентами Народной футбольной лиги. А будет ли что-то аналогичное в гольфе? Может ли быть? Ну, мне сейчас трудно сказать, что у нас в гольфе все так плохо, как в футболе, что вот надо создавать Народную лигу, с учетом количества гольфистов, активно играющих в стране, это, в общем, очень небольшое количество на сегодняшний день, с одной стороны, с другой стороны, с учетом того фантастического результата, без прикрас, который Маша Верченова показала на Олимпиаде в Рио, может быть, это осталось немножко за кадром и спортивных комментариев, но для гольфа это подвиг, это реальный грандиозный успех. И в этом смысле нам, конечно, нужно делать все, чтобы гольф двинулся в массы, чтобы он превращался из условно-элитного спорта, которым его, на мой взгляд, незаслуженно так обрекли ментально, именно гольф массы. Для этого нужна немножко другая инфраструктура. Конечно, такие шикарные поля тоже нужны, но нужна более простая, более доступная инфраструктура в черте городов, которой можно пользоваться. Я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, в нескольких точках России, такие увидим возможности, и тогда вот можно будет говорить о том, что гольф станет более народной, более приближенной, более доступной игрой для всех. Если вообще вспомнить, это, наверное, самая народная из всех народных игр, поскольку это игра пастухов. И ничего элитного в происхождении гольфа, в общем, не наблюдалось. Ну, это что значит? Будут строиться какие-то площадки на 2-3 лунки, да? Это идея появления драйвинг-рейнджа и трех луночных полей, ну, если даст Бог 6-ти или 9-ти луночных пич-патов, то есть более коротких форматов, которые, с одной стороны, дают полное представление об игре, дают возможность тренировки любых типов ударов на воздухе, но, с другой стороны, не являются столь критически дорогими посредствами, как любое чемпионское поле. Ну, а, допустим, такие вещи, как мини-гольф? Мини-гольф – это немножко другая спортивная дисциплина, и мини-гольф сам по себе, являясь одним из направлений, одним из деятельностей нашей ассоциации, тоже имеет свои направления развития, своих звезд, своих чемпионов. Он может быть чуть обойден вниманием, в том числе, с этим мировой прессой. Но для меня, мне представляется, что и мини-гольф, и любые другие форматы, которые связаны с гольфом, они, в общем, хороши. И надо понимать, что при всей гигантской традиции, которая стоит за гольфом, там, 600-летний, при всей гигантской традиции по неизменности правил, по их соблюдению со стороны, там, R&D, CJ и так далее, время меняется, жизнь меняется, скоростью меняется, и неизбежно будут появляться какие-то новые формы и форматы, чтобы люди могли не отказываться от гольфа, а могли продолжать эту игру. И, наверное, малые формы городских полей, наверное, какие-то другие вещи будут точно входить в эту жизнь, если мы хотим, в принципе, как бы сохранить гольф как большую традицию, но не отстающую от сегодняшних темпов нашей жизни. Ну вот большие поля – это все-таки, наверное, частная история, да? Как-то ассоциация может действовать на то, чтобы появлялись новые клубы в регионах России? Конечно, большие поля – это частная история, большие поля – это большие деньги, это все не дешевое удовольствие, не только в их строительстве, но и в их содержании. Это сложные и достаточные сооружения инженерные, которые надо поддерживать, и если на год это поле забыть, оно превратится, в общем, в пустырь, конечно. И все, что… И при этом ассоциация, безусловно, поддерживает тесные контакты с клубами, потому что клубы и поля являются теми основными ядрами развития гольфа. Но даже для самих клубов, для самих этих полей нужно как мощно больше людей, которые захотели бы играть. Не потому что доступ ограничен, а потому что людей не так много, которые могут играть. А вот для того, чтобы они играли, наши усилия должны быть направлены на то, и мы, собственно, этим принимаем вместе с региональными властями по созданию малых форм, малой инфраструктуры, которые могут быть и муниципальными, или государственными, или частными, или какими-то продуктами государственного частного партнерства. Здесь самые разные форматы мы сейчас пробуем. И я думаю, мы получим несколько вариантов таких полей по России, таких инфраструктур, и именно они, собственно, будут отвечать и духу времени, и потребностям развития гольфа в России, самое главное. Насколько охотно идут спонсоры сегодня в российских гольфах? Ну, спонсоры вообще всегда вещь штучная, да, и спонсоры идут, конечно, не просто в гольф, то есть есть спонсоры, у которых гольф определен как... Есть спонсоры, у которых гольф как бы определен как некая спортивная позиция, традиция компании, и кто-то спонсирует футбол. Ну, надо сказать, что в России мало у кого в политике компании, в области спонсорства гольф записан как вот некая позиция, достаточно редкая. У нас в Ассоциации Росбанк таковой является структурой, поскольку он является дочерней в отношениях со сетей General, для которой гольф является одним из двух поддерживаемых видов спорта. В России мы со спонсорами, ну, у нас шикарный спонсор Аэрофлот, который помогает системно, можно сказать, в нашей работе, поскольку гольф – спорт, требующий передвижений, достаточно активных и по миру, и поэтому перелеты спонсирует компания Аэрофлот. У нас введена металлургическая компания, которая в этом году активно поддержала Ассоциацию. Но, еще раз подчеркну, это все-таки всегда штучная работа, и редко это на название спорта, скорее, это все на фамилию, имя и отчество партнеров по разговорам. За полтора года что успела сделать Ассоциация для того, чтобы появились новые Маша Верченова, Нина Пегова, тот же самый Володя Осипов? Вы знаете, конечно, за полтора года вряд ли можно сделать больше, чем было сделано за 25 до этого, но основной акцент в это время был уделен, ну, конечно, поддержке наших топ-игроков, в первую очередь Маше Верченовой, для того, чтобы она могла готовиться и выступать на Олимпийских играх. А с другой стороны, основной упор был сделан на детей, на юниоров и на школьный гольф. Вот для юниоров мы существенным образом изменили спортивный календарь, он расширился больше, чем в два раза. Для юниоров появился финальный сезонный Кубок Президента Ассоциации. Победителям, 12 лучших игрокам будет предоставлен грант на зимние сборы в Испании в феврале и в марте, где они будут обучаться в одной из лучших школ гольфа. И для юниоров все это идет как программа, рассчитанная на несколько лет, как программа подготовки команды мечты. И мы надеемся, что Янгмастер, чемпионат Европы у нас в 2019-2020 году все-таки получит российскую прописку. И к этому времени мы будем готовы активно представлять российский гольф на Янгмастерсе. Что касается второй части, это подпор со стороны совсем маленьких детишек в школьный гольф. И в этом году порядка 15 тысяч детей попробовали школьный гольф. Мы видим в ряде регионов, расположенных вокруг, в первую очередь, чемпионских полей, повышенный интерес. Именно там, я думаю, возникнуты новые инфраструктуры и новые отделения гольфа в детских спортивных школах. И вот идя такими шагами, поддерживая спорт, гольф высоких достижений, профессиональные, поддерживая юниорскую и детскую часть, мы пытаемся как можно шире забросить невод, чтобы как можно больше выявить способных ребят, девчонок, дать им возможность проявить себя в гольфе. Вот, собственно, этот процесс мы запустили за эти полтора года. Сказать, что у него уже есть грандиозные результаты, ну, наверное, было бы преждевременно. Рано об этом говорить. Но это такой стратегический путь, по которому мы собираемся двигаться. Спасибо.